Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Как получить доплату к маленькой пенсии? В пресс-службе пенсионного фонда рассказали российским пенсионерам о доплатах и прожиточном минимуме. В фонде сообщили, что с 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии пенсионерам не придется подавать заявление и предоставлять какую-либо информацию. Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии, говорится в сообщении. При этом федеральная или региональная доплата предусмотрена для всех неработающих пенсионеров, чья общая величина доходов не дотягивает до величины прожиточного минимума пенсионера. В каждом субъекте Российской Федерации свой размер прожиточного минимума пенсионера. Если вам интересен размер прожиточного минимума пенсионера в вашем субъекте Российской Федерации, напишите его в комментариях, а после мы ответим в отдельном выпуске или в вашем комментарии. Если размер пенсии установлен ниже величины прожиточного минимума пенсионера, то территориальный орган пенсионного фонда проверит меры соцподдержки через Единую государственную информационную систему соцобеспечения. Если там не будет никаких сведений, то Пенсионный фонд России направит запрос в соответствующий полномочный орган. Если после этого доход пенсионера не будет дотягивать до размера прожиточного минимума, местный орган Пенсионного фонда России сам установит необходимую сумму и оповестит об этом пенсионера в течение трех рабочих дней. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и, самое главное, подпишитесь на блог юридической помощи. Субтитры создавал DimaTorzok